Ладно, вот потенциальная энергия, это яма, такая параболическая яма Оператор Px, это, мы знаем уже, минус и h dpdx dpdx, минус и h dpdx Вот эта пара Px и x образует пару, ну, можно сказать, сопряженных величин Пару сопряженных величин Ну, кстати, интересно, что, вот, вы с вами договорились, говорить о, так называемом, координатном представлении квантовой механики Когда мы координату рассматриваем как классическую величину Но это не единственный способ описания На самом деле можно вести описание квантовой механики, в которой импульс будет классической величиной Ну, тогда координаты легко догадаться, если видите, если координата x, а импульс, dpdx Ну, а если импульс будет классической величиной, то координата тогда будет dpd импульсом, dpdp Вот они в этом смысле связаны всегда импульсии координатами Итак, вот оператор гаммингера Наша задача найти собственные функции и собственные значения этого оператора То есть, фактически, наша задача решить то, что называют уравнением Шриддингера dpdx Ну, а другими словами, найти собственные значения, собственные функции оператора гаммингтона Правда, ну, мы с вами говорили, что уравнение Шриддингера это уравнение, там, и, h, dpdt равняется h, psi Но, если я опускаю время, то, и, h, dpdt можно заменить на энергию просто, оператор энергетики Вот, поэтому, если я перехожу в зависимости от времени, я должен, вот, e заменить на минус h, dpdt А так, мы имеем дело с, так называемым, стациональным уравнением Шриддингера То есть, фактически, уравнением, собственно, значения собственных функций оператора энергии Вот, ну, и, конечно, практически, это, конечно, страшно важное уравнение Решить его мы найдем возможность значения энергии гармонического осциллятора e Ну, и волновые функции, которые описывают состояние с определенным значением e Итак, как мы будем решать этот уравнение? Обратите внимание, что уравнение, на самом деле, из-за того, что здесь вот стоит d2 по dx дважды Это дифференциальное уравнение второго порядка И, ну, хотя в нем, ну, три, три слагаемых всего, да, вот здесь, в этом уравнении d2 по dx дважды будет дальше на psi, потом x квадрат на psi и константа на psi То есть, вроде, как бы, простой, ну, ну, знаете, здесь, так, на самом деле Это дифференциальное уравнение такое нехорошее Вот, ну, я могу только сказать, что его можно свистить, всего лишь свистить еще Так, что специальные процедуры нужны к уравнению, которое вносит название уравнение эрмита Это фамильное уравнение такое, но если фамильное уравнение, то ясно, что это не простые вещи Если бы без фамильного уравнения какое-нибудь было, так вот это все, это каждый бы ему это мешал Это, знаете, как говорят, музыка и слова народные, а здесь уравнение эрмитра Ну, я там, народ, думал над этим сильно, уторметь, надумался Значит, это сложно все, а мы с вами сбежим этого Умнее, хитрее, по крайней мере, последний человек, француз Итак, решаем с помощью метода базе операторов Ну, надо вести эти операторы, так, чтобы воспользоваться этим методом Надо вести эти операторы Ну, мы операторы же вводили с помощью перестановочного соотношения Ну, давайте какое-нибудь перестановочное соотношение подобного рода представим себе Итак, я напишу вот такое перестановочное соотношение Смотрите, d под x, x равняется Я напомню, мы сосчитали это перестановочное соотношение с вами, единичка как раз Похоже, ну, правая часть единичка, но тут-то не похоже Там же в виде стоят операторов и армитово-сопряженные Вот здесь вообще, на первых, за все разные, что на операторы стоят Кроме того, они еще даже размеры имеют разную Если эта размерность обратной длины, это размерность длины Кстати, давайте с этим сразу разберемся, чтобы иметь дело с безразмерными операторами Для этого введем, ну, в гамильдоняли, собственно То есть, введем в ZD-арчо-гармоническом исцеляторе новые некие такие вот величины Во-первых, я введу характерную частоту омега в корень из k делить на m Характерная частота, ну, кстати, в классике точно так же вводится Характерная частота классического исцелятора То есть, классического аналога нашей задачи Кстати, надо все-таки нарисовать и задать Вот я рисую вот эту параболу Выравняется k с квадрат пополам И вот эта частичка нашей вот этой яме и движется, да, колебается? Такое характерное, что колебание в классике, это корень из k делить на m К, коэффициент жесткости называют, да, или коэффициент упругости исцелятора А m масса На самом деле, кстати, обратите внимание, что в исцеляторе линейно всего две константы управляют Управляющие константы, это вот k и m И поэтому все, значит, величины, которые мы будем вводить Они вот через эти две константы, так и иначе, должны выражаться Итак, я введу величину в характерную частоту Ну и, соответственно, характерную энергию Эпсилон, равную h омега Характерная энергия исцелятора Характерная энергия исцелятора Ну, это некая константа, вообще говоря, да? Кстати, эта константа может задавать масштабную энергию То есть можно вот эту вот величину выбрать за единичку измерения энергии Если вы хотите безразмерную энергию, например, вводить Дальше я введу еще характерную длину асселятора Это мне, наверное, значит, из k и m Ну, в принципе, еще есть какие-то фундаментальные постоянные Ну, пока кроме h ничего такого здесь Те, слушай, какие еще фундаментальные постоянные можно здесь привлечь? Ну Заряд я не могу задумываться Я же ничего про заряд не сказал Частицы предполагаются нейтральными Хотя, может быть, и заряжены Но Но У меня никогда не они никак заряд не фигурируют Правильно? А Дальше Ну, правда, если бы я не какую-нибудь пользуюсь Конечно, электрическую, например Ну, тогда сразу было непонятно Заряженные частицы, незаряженные частицы Ну, у меня по умолчанию предполагается незаряженные частицы Значит, е никак не войдет Ну, какую-то там есть К А Константа Больцман Ну, константа Больцман находит тогда, когда я температуру начинаю учитывать Потому что, фактически, константа Больцман Это и есть константа, связывающая энергию в обычных единицах Ну, например, там, джоулли, эрки всякие, да И у меня в тепловых единицах Ну, в градусах Вот уже здесь Вот та же, да Аж только она Чисто квантовая константа Так вот, я вот введу характерную длину Я его значу A Это корень из H Ну, надо размерности тут длины получать Вот, я подобрал за размерности из этих констант Величину размерности длины Корень из H на M омега Характерная длина называется осциллятором Ну, правда, если учесть, что вот здесь вот Речь идет о колебаниях То не очень понятно, что это за величина такая Характерная длина Ну, в классике, вообще говоря, вот такую величину-то и висит Не очень понятно как Потому что здесь, в принципе, любые возможные смещения по оси Х Да? Любые значения в Х Но, обратите внимание, здесь не даром стоит постоянная планка Это означает, что при A Стремящемся к нулю То есть, как бы, при переходе к классике L К нулю должно уйти Ну, L-то у меня некий, как бы, масштаб характерной длины, да? Это будет означать, что в классике Характерным масштабом может быть любая величина Вот Самый мелкий масштаб в ноль будет Любая величина, любая длина А вот в квантомеханике, видите, тут это, может быть, уже важно То есть, вот, при квантовании, как бы, этих колебаний Вот эта величина может уже проявиться Это мы запомним Итак, дальше я вот что делаю Вместо Х и D по DX Я перехожу к новым величинам Ну, какие это новые величины? Безразмерный Х Это значит Х делить на А Да? Вот так вот И безразмерный D по DX Безразмерный D по DX Значит, это будет X Вернее, L D по DX Вот так То есть, я перехожу к безразмерным величинам Ну, в школе так Тогда, значит, давайте договоримся Если я к безразмерным величинам перешел Значит, я новые величины буду обозначать по старому Х и D по DX Ну, чтобы не вводить новые, так сказать, обозначения То есть, давайте договоримся так, что вот После этих слов Дальше мы будем работать безразмерных единичек Ну, на самом деле Что будет означать? Что вот здесь вот у меня Видите? Вот в этом слагаеме Если X безразмерно Значит, L квадрат как бы должно присутствовать Да? А здесь, смотрите А здесь взаменовательный L квадрат должно присутствовать Если я безразмерно перехожу Ну, мы сейчас это как бы сделаем Вот Ну, давайте на жизнь сделаем Тем более, что это все равно Мне правильно Полезно Итак Я перехожу к безразмерным единичкам Когда у меня потенциальная энергия V от X Как она теперь перепишется? Значит, я X считаю безразмерным Тогда мне L квадрат будет выскочить, да? Тогда, значит, будет так K L квадрат попала на X квадрат Вот как она запишется Ну, давайте посмотрим Что такое K L квадрат? L квадрат H на M омега Ну, я ж тут Дайте буду так Усты Значит, H на M омега будет H на M омега Но дело в том, что омега Это корень из K делить на M тоже надо учить, да? Тогда у вас здесь еще появится Видите, как K делить на M появится Но K делить на M Это омега в квадрате Но у вас здесь еще и омега есть Так? Сокращается Омега останется в числителе А почему это сверху? Что? Нет, это без... Х здесь безразмерная Это должен быть Х на L Ну, Х уже не должен А, уже это же не Х безразмерная уже То есть вот сюда Если вы теперь подставите Х делить на M безразмерно И у вас сократится И останется Х квадрат пополам Поняли, да? Так вот, что я хочу сказать Значит, K квадрат, еще раз К делить на M Эх, вот К делить на M Это омега в квадрате Омега сократится Останется Омега пополам Да? То есть, соответственно, будет вот Х омега пополам На Х квадрате На Х безразмерных И, кстати, видно, что Х омега имеет Размерность энергии Ну, что это энергия? Все нормально Кстати, вы знаете Это квантомеханики Прямого отношения не имеет Но, мне кажется Это вот очень полезный пример Того, как мы меняем Всего лишь, скажем Размерность Переходя к новым единицам Можем вообще для самого выражения Как бы совсем Смотреть, по крайней мере На него совсем по-другому Вот Слушай, я слышу Аж омега пополам На Х квадрате Это вообще нечто другое Чем Х квадрат пополам Здесь, видите Вот такая Аж омега входит Характерная энергия Осциллятора Ну, хорошо С импульсом давайте Разберемся еще Итак Неентическая энергия Аж неентическая Аж неентическая Значит, это ПХ квадрат на 2м Итак ПХ квадрат на 2м Да Но Сразу давайте договоримся Если я ПХ буду Брать В единицах Д по ДХ Я должен что написать? Итак Значит, я пишу Во-первых А, надо Минус Х квадрат на 2м А вот здесь Вот я теперь Пишу Вот здесь Напишу Стрелку А здесь Напишу теперь Д 2 по ДХ Д 2 по ДХ Дважды Но Возьму сразу Возьму Теперь интересно Смотрите Как Галиктониан Сам Перепишется Давайте Я его теперь Перепишу Этот Галиктониан Безразмерный Переменный Равняется H Омега Пополам Ну Я Вот Положительную Слагаемую Х квадрат Минус Д 2 По ДХ Дважды А Кстати Х квадрат Минус Д 2 По ДХ Дважды Это Интересное Такое выражение Это Что же Получается Это Х Плюс Д Под ДХ На Х Минус Д Под ДХ Это уже хорошо Это тепло уже Мне надо Вести вот такие операторы А кстати Х Минус Д Под ДХ Как раз будут связаны Арбитовые сопряжения Это Интересно Действительно Давайте я сделаю так Я Вот Смотрим сюда Ну так я Дальше напишу Равняется Аж В ДГ Пополам Ну отдельно Будет Х Плюс Д По ДХ Умножить На Х Минус Д По ДХ Вот так вот Ну правда Есть одну НО Одну НО Есть Но нет Нет Или Есть Ну Давайте я Вам здесь Ставлю знак Вопрос Дело там очень Дело в том что Вот когда у меня квадрат минус Б квадрат Я конечно Расписываю А плюс Б На Раме Минус Б У меня теперь Д по ДХ Это оператор Видите здесь Входит комбинация Д по ДХ На ИХ И еще вот одна комбинация ИХ на Д по ДХ Ну это же нельзя Переставлять Это местами Поэтому это Не А квадрат Минус Б квадрат Равное А плюс Б На А минус Б То есть Короче мне это не равно Но Но тем не менее Это не равно На самом то деле Но тем не менее Это Интересно Вот Интересно вот эту комбинацию Тем не менее Использует Ну на самом то можно расписать Аккуратненько Что это будет означать На самом деле Надо будет коммутатор добавлять Д по ДХ И ДХ Да Или эти Добавляем Вот Но тем не менее вот эти оператора я могу ввести давайте введем и так я ввожу оператор а следующим образом а равняется единица на корень из двух ну вот здесь на самом деле единица на корень из двух я добавляю и почему мне вот эту двойку хочется убрать единица на корень из двух ну правда не совсем только для этого сейчас мы увидим еще почему единица на корень из двух x плюс d под x x плюс d под x так это значит у меня оператор а ну тогда оператора крест посмотрим единица на корень из двух x а мы с вами говорили что d под x если импульс это армитовый а это минус и h d под x то d под x само анти армитово поэтому при армитовом сопряжении минус пойдет видите минус будет д под x то что надо как раз то что надо то есть у нас начинает вырисовываться комбинация а на окрест по крайней мере повторяю что если сам-то дели еще одну слагаемую надо учитывать связанность с тем что по объекту dx x и xd под x есть а мне леонид все расписать сейчас все равно придется с дом к этому возвращается домой вернемся уже я пока просто использует для иллюстрации того что вот такие гораторы можно вести здесь видите как и тогда через них выразить оператор гаммингтона собственно вот в этом цель то моей состоит ну и кроме того у меня будет явный вид операторов а я все результаты относительно операторов а я крест их свойств могу использовать тогда вот это очень важно чего кончает добиваюсь итак я ввожу два оператора вот они связаны перестановочным соотношением а а крест равняется повторяю я вначале вот здесь видите корень из двух ввел только для того что как бы в этот двойку видите она убрать мы сейчас мы увидим что даже не столько из-за этого когда мы начали считать коммутатором теперь аккуратно коммутатором будем считать здесь будет 1 2 пойдет да но здесь будет два нетривиальных коммутатора xx мудак 0 д под x д под x коммутатор 0 а вот перекрестные x д под x и д под x x это что будет смотрим где то у нас там победе д под xx коммутатор единичка еще вот этот вот коммутатор д под x и единичка а тот даст минус единичку но с минусом пойдет еще сандарт у вас двоечка будет . сократится вот с этим с квадратом этого корня и вы знаете вы получите единичку так что видите вот здесь это корень зуб корнями звук мы убиваем по двух зайцев хотя корень а зайцев двух убиваем видите один зайц это тот что вот здесь от меня появился вот эта двойка пропадет а второй более важно связано с тем что мы получаем автоматически боссовское пересоунорующие соотношение а значит перед нами два оператора которые удовлетворяют алгебре боссовское вот это алгебре все все хорошо с одной стороны но не это ведь нам важно вам все-таки нам важно все-таки решение вот этой задачи давайте теперь что сделать оператор ганитона перепишем в терминах операторов а я крест вот на самом деле я бы так сказал что задачка которую мы решаем сейчас в каком-то смысле до пол квантовой механики продолжает тоже поделить пол квантовой механики в буквальном смысле потому что здесь каждый раз мы с вами это целые разделы целые разделы квантовой механики все в таком очень я бы сказал простом ясно мы сейчас получим гамильтониан с вами который фактически одновременно можно рассматривать как камень на встрече оборудованная форма гамильтониан внутреннего механического осциллятора он будет именем стандартно так называем вторичную портовую форму поехали и так что я делаю мне нужен вот этот гамильтониан переписать в терминах операторов а я то есть через оператора а я крест ну как я буду действовать вот я вместо этих двух соотношений напишу обратное соотношение то есть x и d под x выражу через оператор а и окрест поехали и так складываю делю на корень из двух получает как раз x да x это может быть очередиться на корень из двух а плюс окрест а плюс окрест видите операторы а и оператор окрест это в каком-то смысле операторы повышения и понижения окрест я да они повышают понижают а с n связано у вас разные состояния это операторы которые переводят одно состояние в другой меняет какие-то величины ну а мы сейчас увидим что видите вот с разными в частности с отменяющими силу различающие вместе на единичку будет связано еще и разная энергия это значит оператор будет менять состояние получать или понижать энергию еще одновременно и вот это вот связь интересные ученики а x это смещение смещение да и как со смещения выражаться через такую комбинацию а плюс окрест где а и окрест вот эти самые операторы повышения и понижения или операторы которые переводят состояние в соседние с большей энергии и соседние с меньшей энергии вот это стандартно между прочим форма записи оператора смещения ну например если вы рассматриваете смещение атомов исторические решетки и хотите перейти к фанонам фаноном операторы а я крест у вас операторами уничтожение и рождение фанона соответственно то есть таким образом у вас x будет связано с я немножко упрощаюсь потому что под фаноном я обычно понимают необычно а всегда понимают нормальные моды то есть это коллективные колебания а не колебания отдельного а ну колебания коллективные складываются с колебаниями отдельных атомов и в основе связи смещения с операторами рождения и уничтожения фанонов вот это соотношение ну а дальше значит d по dx как выразить у меня ну d по dx значит надо вот ну вот вот из верхнего и нижней тоже поделить на корень из двух и так единственный корень из двух из верхнего а минус а крест вот так вот это d по dx ну а дальше я позже что делаю вот в подставляю вот не сюда я уже скажу это неправильно видеть вот сюда конечно подставил один правильный соотношение ну еще подставляем кстати обратите внимание сейчас мы эту ошибку то обнаружим вот это у меня оператор а это окрест то есть здесь написано она крест а сейчас мы увидим что нет немножко сложнее будет выражение итак мы теперь аккуратно эту замену делаем как смотрим оператор ганитона равняется h омега пополам дальше x квадрат ну здесь в первых одна вторая появится да и здесь тоже аккуратно одна вторая значит эту одну вторую я вытащу просто так а теперь смотрим что там будет а плюс окрест квадрате минус а минус окрест квадрате что-то за чай это означает что квадраты оператора а сократятся уже здесь и здесь я не буду и с анатимы минус а крест квадрат здесь и здесь можно сокращается перекрестные останутся но с перекрестами нужно быть осторожно почему то что а на окрест и окрест на это разные вещи и так аккуратненько расписываем x квадрат значит будет а на окрест плюс окрестно а здесь будет такая же комбинация с минусами но общий минус еще удвоится да и так ответ еще двойка будет ну а дальше вот что будет а на окрест плюс окрест на а а на окрест минус окрестно а то есть окрестно а то есть плюс единочка и так вот это будет n плюс 1 а это н и так ответ на счете сокращаются остается аж омега пополам двойку да видите нам не удалось убрать убрать сейчас увидим почему не удалось убрать и так аж омега пополам а здесь два и плюс один ну не удалось видеть из-за чего вот она единичка которым этот в этом варианте теряет конечно все поэтому если вот выбросить эту единичку сейчас я сейчас объясню что связано с этой единички на самом деле это выбрасывание ну ну ошибка конечно да но с плацентной единички будет связано принципиальный квантовый эффект где же мы о нем поговорим в принципе здесь можно было бы записать это таким образом тогда разные варианты аж омега на n плюс 1 здесь крышку надо написать обязательно я на что хотел бы обратить внимание а наш оператор он какую-то супер простую форму видите на мой взгляд конечно вот наша задачка экстременческий связь это пример просто не знаю природа нам подбросила удивительная просто удивительная задача еще кстати интересных мы еще ничего не нашли то есть вспомнил что нам надо дать и назначение собственной функции оператора гаминтона мы пока ничего не решали мы всего лишь что сделали мы переписали оператор гаминтона в другой форме но интересно что переписать его в другую форму мы сразу же все нашли и собственные значения и собственные функции обратите внимание что собственные значения и собственные функции оператора гаминтона будут легко находиться через собственные значения и собственные функции оператора n потому что у них одинаковые собственные функции. Видите, они линейно связаны просто. Собственные функции у них одинаковые. Итак, что я могу сказать? Значит, ну а если собственные функции одинаковые, значит, что я могу сказать? Что? Собственные значения, где очень просто можно взять, просто здесь вот вместо N крышки написать N без крышки. Итак, первая часть задачи решается вообще просто, не решает ничего. Просто, вообще ничего. Это удивительно просто результат. Ничего не решали вообще. Ничего не решали. Сразу, раз, собственное значение операторов нашли. Да не простого, кстати, оператора. Еще раз повторяю. Вот, я здесь перепишу. Граммочки H равняется H метр на N плюс 1, 2. Значит, H на C, N, где N. Все собственные функции оператора Гаммингтон можно записать так. Когда я пишу, оп, здесь оператор N будет на эту функцию даст просто N без крышки, то есть собственное значение. Значит, будет вот, что H омега N без крышки плюс 1, 2 на ту же самую функцию в C, N. То бишь, собственное значение мы нашли, вот оно. Я его воздачу N, это H омега на N плюс 1, 2. Ну и N-то вы знаете, какое значение пробегает? N пробегает значение 0, там у нас выписано 2, 2 и так далее. Все, спектр, то есть значение, все возможные значения энергии гармонических советов найдены. Вообще ничего не решали. Кстати, даже вопрос возникает такой, сейчас мне тоже возник вопрос. Как же так? Ничего не решали? А, как вы, знаешь, ли, сразу спектр, собственное значение оператора, ничего не решали? Ну как тут странно вообще, я бы сказал, наши специалисты. Ну на самом деле, что мы чуть еще не решали? Мы многое решали, и нахалбе у спецоператоров с вами раскручивали, так? Там мы решали, правда тоже примитивные вещи задачи там решали, но тем не менее. И это, классически, меняя форму всего лишь подачи, как бы материала, подачи задачи, представление, в котором вы работали, меняли, что мы можем совершенно видоизменить путь, сделать его максимально оптимальным решением задачи. То есть мы ушли от решения дифференциального уравнения второго порядка, который сводится всего лишь к уравнению Армита, со спецфункциями, при новом Армита. И где-то эти дети пулиного вообще, где-то термит, мы тут вообще закрытелы такой школьный, да, то что не математика, алгебра, только, говоришь, метики даже, пока еще не выходили. Ну где-то тут имеется равно спрятан. Итак, спектр, собственно, различение, на 1. n меняется, видите, 0, 1, 2. Кстати, обратите внимание, 3n равен 0, это основное состояние гармонического селятра. Энергия отличная от 0. Вот посмотрим на картинку. Ой, я уже ее слышал, да? Еще раз на рассмотрю. Смотрим на картинку. Вот это самое, V равняется Х квадрат по полу. Здесь, значит, V у Х, здесь у меня Х. Вот. Но в классическом оселятре у вас энергия основного состояния, то есть минимальная, на нижней энергии, она равна нулю. Она соответствует, ну, просто, остановившимся колебания. он полегался, там шарик какой-то, я не болтался, болтался, но оп, на дно ямы силы все, и замер. То есть понятно, что в классическом исцеляторе основное состояние соответствует, ну, классическом, да, x равно нулю, о, это их точка, но и px тоже равно нулю, это классическая величина. То есть то и другое по нулям, это основное состояние классического исцелятора, и энергия равно нулю. Граунд стейт, основное состояние классической энергии, да, классика, это ноль, и вот оно классическое состояние. В квантовой механике это не так, видите, в квантовой механике я могу здесь нарисовать спектр, вот мы его получили только что, вот он спектр, видите, hg n плюс 1,2, как он выглядит? n равно нулю, вот так я эту палочку нарисую, это n равно нулю, значит вот эта вот энергия h омега пополам. h омега пополам, энергия основного состояния, она отлична от нуля, и это есть энергия, называть ее энергией нулевых колебаний. И вообще состояние с н равным нулю в гармоническом исцеляторе квантовым называют нулевыми колебаниями, или связывают так с нулевыми колебаниями. Ну вот это что означает? Значает, что если классический исцелятор может упасть на дно ямы и находясь в покое, не находиться в покое, то квантовый исцелятор остановить невозможно. Остановить невозможно принципиально. То есть в основном состоянии у него колебания будут. Колебания будут. Ну видите, между прочим, слово колебания это очень условное понятие. Это из классики мы, да, взяли, колебания. Мы увидим, что, ну, насчет колебаний в основном состоянии, может быть, сильно сказано. Вот. Но то, что энергия основного состояния будет отлична от нуля, и то, что в этом состоянии у вас координата не определена будет точнее, да, а это означает, что как бы вот с классической точки зрения колебания какие-то будут, да, это факт. Вот это вот нулявые колебания, это, ну, принципиально важный квантовый механический результат мы с вами получили. Суперважный квантовый механический результат. Ну, а дальше спектр N равна единица. Значит, там идет у вас, ну, с шагом H омега. И поехали. Эквидистантный спектр дальше. Вот H омега, H омега, ну и так далее. Вот N равно единица, N равно двойка. Вот это вот расстояние между соседними везде уровнями, это H омега. Это H омега. Здесь и здесь также. И пошло дальше, N равно там, 50, 70, 100 миллионов и так далее. То есть энергетический спектр мы получили, повторяю, фактически ничего не решает, наконец-то ссылаясь на алгоритмовые гараторы. Вот. На самом-то деле, если бы мы этой алгоритмой не владели, нам пришлось бы ее всю сейчас раскручивать, так? Повторяю, что это тоже не решение, не хуже, но все-таки что-то пришлось бы делать. А сейчас вообще как бы ничего. Ну, правда, есть второй момент. Еще ведь вопрос собственной функции. Все спектр энергии мы получили сразу же, а вот собственные функции. Повторяю. 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 Повторяю.